Привет, меня зовут Влад, и как-то раз я задумался, насколько наше тело уникальная и сбалансированная система, позволяющая нам двигаться, есть, чувствовать, выражать себя и взаимодействовать с миром. И я подумал, а почему бы тогда на нем не заработать? В интернете я нашел много легальных способов это сделать, но нужно было выбрать только один. Некоторые способы были не очень интересны, для каких-то я просто не подходил. Были слишком опасны и продать душу дьяволу, даже отзывы есть, пожалуй, как-нибудь в другой раз. Да и вообще, зачем продавать душу, если можно произвести несколько новых? Поэтому я выбрал путь донора спермы. Вы позвонили в Репробант, банк репродуктивных цветок и тканей. Добрый день, Репробант, меня зовут Оксана, чем могу вам помочь? Здравствуйте, Оксана. А я хотел бы узнать, я вот хочу стать донором спермы. Что мне для этого нужно? Как это вообще происходит? Вы сначала выполняете анкету. После анкеты с вами связываются координаторы. Вас приглашают на право на сдачу. Для сдачи вы будете воздерживаться, то есть желательно, за 3-4 дня полового воздержания, в том числе от настурбации, за неделю включить употребление спиртных напитков и лекарственных препаратов. Не принагреваться и не переслаждаться. Ага, понял. Ладно, спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Чтобы соблюсти эти требования, я отправил жену к родителям, заблокировал несколько сайтов, убрал все, что могло привлекать, начал правильно питаться и морально готовиться к тому, что меня ждет. Наконец-то прошли дни моей подготовки. 3 дня воздержания от всего. И сегодня я иду сдавать свою первую спермограмму. Если все пройдет хорошо, я смогу заработать 4 тысячи рублей. И в неделю, по моим подсчетам, должно получиться 28 тысяч рублей, поскольку я собираюсь сдавать каждый день. Первоначально кандидат подает анкету на рассмотрение. Если по анкете нам интересен кандидат, то его приглашают на первую сдачу. Проходите. Так, смотрите. Перед вами находятся формы на сдачу биоматериала, пеленочка, стерильная баночка. На сдачу биоматериала у вас есть 30 минут. После этого мы заберем биоматериал, проведем спермограмму для оценки показателей. И если они нам подойдут, то мы вам вышли приглашение на повторную спермограмму через 2 недели. А какой шанс, что они не подойдут? Вы знаете, на первых этапах пробных спермограмм обычно проходит довольно большой отсев доноров. Только 5% подходит нам по нашим требованиям. То есть вот сейчас у меня всего 5% вероятности, что я подойду, правильно? Да, да. По факту так. Это как-то неутешительно. Ну, такие требования. Хорошо. Так, ну что тут есть? Картинный, телевизор, диван, писсуар и раковина. Так, писсуар, вы сказали, что надо сначала помочиться, да, перед тем, как это делать? Да, вот есть инструкция, где это является обязательным требованием. Помочиться вам эти руки. Ну, вроде как все несложно. Ну, в принципе, да. Ну, в принципе, да. Меня зовут Никита Никитин, и я донор. Занимаюсь я этим уже на протяжении 3 лет. Думаю, что у меня от 40 до 250 детей. То есть по моим самым минимальным подсчетам. А сколько детей может вообще родиться от одного донора? Здесь, вы смотрите, в Российской Федерации, да, у нас нет ограничений официальных на это. То есть здесь каждая организация принимает, на самом деле, свои внутренние какие-то стандарты. По статистике нужно, чтобы от одного донора не более 200 детей было, чтобы не было встреч генетических родственников. У нас, естественно, это волнует больше всего. Ну что, вы все? Сейчас подождите. Ну, там только у меня... Я торопился, и как-то не очень много получилось. Сейчас посмотрим. Мне кажется, как-то от длительности может зависеть количество. Да, вот, кстати, вы должны были указать. Здесь количество дней воздержания, так как это тоже основной критерий для оценки. Есть верхнее значение количества сперматозоидах в одном миллилитре жидкости. В норме где-то 30, 19 миллионов, 30 миллионов. В доноры берут, у кого больше 80 миллионов. Вот, я когда первый раз пришел сдавать, мне сказали, у вас 640 миллионов. Я такой, как это? 640 миллионов у меня в общем, то есть за 4 миллилитра 640 миллионов. Вот, то есть это там во сколько-то раз, я уже не помню, выше в нормы. И сказали, классно, мы будем с вами работать. Я, если честно, удивился. Потому что в этот момент я сидел с женой, и я говорил о том, что мне хотелось бы быть донором. И она восприняла это с недоумением. То есть она не понимала, что с того ни с сего ты донором хочешь. У нас, получается, дети. И где-то дети рождаются от меня, но она не включается в это. Ну, то есть это надо поразмыслить, да? Но потом она, наверное, пришла к мысли, что я этим хотел давно заниматься, и все-таки разрешила мне. Сейчас она относится с пониманием, но я думаю, она все равно как-то ревнует, что ли. Ну, собственно, потом начался мой, можно так сказать, донорский путь. Ну что, можете посмотреть микроскоп? А как вы скорость-то их измеряете? С помощью вот калькулятора. И как? Мы считаем категорию А, Б, то есть это прогрессивно-подвижные сперматозоиды, С – непрогрессивно-подвижные, и Д – это неподвижные сперматозоиды. Ну, то есть вы видите, какой-то кто-то бежит. Да, да. И как вы измеряете скорость? Ну, не, ну, саму скорость мы им, конечно, не измеряем. Мы оцениваем только, правильно они двигаются, неправильно они двигаются, не двигаются ли они совсем. Есть такое понятие, как креотолерантность, да, то есть и она достаточно индивидуальная. У кого-то может после заморозки-разморозки оставаться там 80% прекрасных сперматозоидов, а у кого-то там 80% наоборот погибает. А пока мы ждем результатов моей спермограммы, я хотел вам еще кое-что показать. Конечно же, в любом банке есть собственное хранилище. После подготовки биоматериала в него добавляют криопротектор, криоконсервируют и хранят в таких сосудах дюара, наполненных жидким азотом. И сколько она может охраниться? Вообще нет сроков хранения, очень длительный период может храниться, но на настоящий момент известно, что спустя 27 лет заморозки на свет появился здоровый ребенок от эмбриона, который хранился весь этот период времени. Девочку, про которую идет речь, зовут Молли Гибсон. И если бы она не была заморожена 27 лет назад, то, возможно, уже была бы ровесницей своей матери. Владислав, смотрите, ну пока то, что я увидела в микроскоп, в камеру Маклера, могу сказать, что данные показатели нам подходят. Сейчас мы еще оценим морфологию, мор-тест проведем, и уже далее мы сможем вас пригласить на повторную пробную спермограмму через 2 недели. Получается, что если каждый день сдавать по 2 раза, можно 120 тысяч в месяц зарабатывать на донорстве. Ну, есть нюанс. Да, в чем? Нюанс заключается в том, что нельзя сдавать сперму, каждый день невозможно, потому что восполнение сперматозоидами материала происходит в среднем раз в 4 дня. Немножко это индивидуально, поэтому раз в 4 дня может сдавать донор материал. Это если он больше ничем, кроме сдачи, этого материала не занимается. То есть у меня подписан договор с двумя клиниками, и я лавирую между ними двумя. Когда-то бывает так, что я не успеваю. То есть, допустим, у меня жена есть, то есть у нее есть тоже потребности, но у меня есть определенные обязательства, по которым мне нужно все равно сдать 20 раз за 6 месяцев. И если я их нарушу, я заплачу огромный штраф. То есть сегодня 4 тысячи я не получу? Нет. А в лучшем случае, если я стану одним из 2%, то я получу это через... Через 2-2,5 месяца донор начнет получать. И то за каждую только успешную сдачу. Золотые горы, на которые я рассчитывал, оказались ответственными скалами. Тогда я подумал, а зачем вообще это делать через клинику? И нашел несколько групп ВКонтакте, где парни предлагают свою помощь в данном вопросе. Внимательно изучив группу, я заинтересовался ее создателем. По его странице я понял, что он сам практикует такой вид донорства. Он публиковал результаты своих анализов, свои детские фото и показывал, что у него уже были успешные кейсы. И, видимо, он любит пиццу. Поэтому я позвал его навстречу в пиццерию. Да-да, представься. Меня зовут Александр, мне 32 года. Я занимаюсь этим с начала 20-го года. И, наверное, год вот прям вот очень активно, скажем так, на самоуничтожение. Когда ты работаешь на фрилансе и все в свободное время занимаешься вот мотанием, парсингом, спамом, всем чем угодно, чтобы просто этим заниматься. Ну, я за это время встретился, наверное, с 15-ю женщинами. Ну, на самом деле, это много. То есть 15 женщин – это умножить на какое-то количество встреч с каждой, и ощущение от этого будет такое, что это прям дофига-дофига народа. Четыре девушки забеременело, и родились дети, им уже там младшему год. То есть, ну, как бы с пятыми работаем активно сейчас. Обычно Александр встречается с девушками в почасовых отелях. Поэтому я позвал его в один из них, чтобы он показал мне, как это все происходит на месте. Побыть в роли клиентки согласилась моя подруга Арина. Арина, кстати, да. Очень интересно. Александр. Александр. Давай рассказывай, как это обычно происходит. Не знаю, ты берешь тапки. Тапки. Разуваешь все это. Нет, а вот атмосфера, она должна быть романтичной. Нет, господи, нет. Это чисто такая, чисто сделка абсолютно. Безэмоциональный, типа, чувак, привет, привет, ребят, типа, пошли туда, идем. Вот вы заходите, вот кровать, да, главный объект вашего вечера. Что, у нас одинница. А кровать вообще не объект. Я не трахаю с девчонками. Но я сначала надеюсь, что это будет прямо вот вау, классно, я буду жить как рок-звезда, буду там трахаться без резинки с огромным количеством женщин. Нифига. Типа, анализов нету, это просто стремно. Это либо анализы, которые делались полгода, год назад, и у нее есть муж, и непонятно, вы не гуляете ли этот муж. А у тебя параллельно еще пять клиентов, которые этого естественного не хотят. Я скорее займусь сексом в резинке с проституткой, чем буду заниматься вот этим вот с клиентками. Без резинки. Ты приходишь, она садится, да? Все, мы садимся. Мы просто сидим, трендим за нашу жизнь. Ты знаешь, это такое, это пробить друг друга на адекватность. То есть диалог, он без особого смысла. Вот да, почему еще раз вы встречаетесь в отеле, если вы даже не спите, ну, окей, как я ей еще передам эту, где она еще может в комфорте везти эту банку? Дома. У нее дома? У нее дома, у тебя дома? К себе домой я не поведу, потому что это сразу алименты. Я стараюсь, чтобы мои данные не уплывали. То есть чтобы там, для того, чтобы подать на алимент, нужен адрес прописки, нужен телефон и, по-моему, фамилия, имя, отчество. Ага, вот и познакомились. Что дальше? Беру баночку, достаю из портфеля. Либо девчонка взяла, либо это. То есть ты приходишь со своей баночкой? Я всегда беру с собой запасную. Значит, я взял шприц. Шприц? Нет, шприц он пока у нее лежит. Давай мне шприц. Где-то она там... Ну, это ужасно. То есть ты набираешь содержимое баночки в шприц и вводишь девушке? Я не участвую в этом. Ты просто даешь спирт. Я просто захожу в туалет. Да. Ну, слушайте, стой, стой, вопрос, вопрос. Подожди. То есть вы просто пообщались? Она не раздевается? Нет, у меня были моменты, когда я ей спал с клиентками. У меня были моменты, когда она там просила, типа, сделать это обязательно при ней. Но все равно. Я максимально дистанцируюсь вообще сюда. То есть вот как мы сейчас с тобой, вот происходит вот что-то же. То же самое. Ты сидишь одетый, я одетый, захожу сюда. Я взял просто, чтобы мы сымитировали йогурт. Перформанс продолжается. Окей, а девушка в этот момент, она просто сидит. Теперь кадры в туалете. Ну, немножко сюр. А что движет девушками, которые обращаются к тебе, а не идут в клинику? Экономия, в первую очередь. Клиника – это 30 косарей на порцию материала, плюс, наверное, 30 косарей на то, чтобы это, ну, на инсеминацию. Самую простенькую, без это там, без ЭКО, без прочего. То есть там срез такой, ну, типа повар в детском садике, там какой-нибудь, в МФЦ девчонка работала. Для них вот эти 30 косарей за одну пункцию, ну, достаточно серьезная сумма. Честно говоря, даже слов нет, потому что это максимально неестественно. Я бы чувствовала, мне кажется, себя очень неприятно. Я бы не хотела, ну, в жизни я бы такого не хотела чувствовать. Сколько это, например, минут? Ты как бы долго это пытаешься как можно быстрее? 5-10. Просто сколько это, столько это. Сколько мне нужно расслабиться, столько это происходит. Отдаю эту банку, типа, держи. Нужно 5 мл? Нет, нужно все, все, что смогла, все, то молодец. То есть всю сперму? Да, все, ну... Представим, что это она. И вот она себе ввела. А, представим. У меня аж в дыхании сперлые комментарии пропали. Она говорит, с вами все. Я говорю, я выхожу оттуда. Типа, и все, мы просто трендим полчаса, пока она там может лежать, может даже ноги кверху задрать, чисто по приколу. Дальше обсуждаем свою жизнь. А это твоя основная работа? Нет, это не работа, это сплошные убытки. Почему? Ну, потому что тут нет денег. Чувак просит заплатить 3 тысячи, и это, типа, уже там отталкивает девчонок, типа, да как так, да я за это платить, да ни за что на свете. Хочу из этой темы забрать, там, детей 30 хотя бы, вот как делают стандартные доноры. Все остальное у меня в этой теме, прямо скорее наоборот, это напряги, сложности и прочее. Когда-то меня не станет, вот после меня останется какое-то количество детей, и дай боже, если я сделаю что-нибудь стоящее, какие-нибудь публикации. Вот как вы относитесь к тому, что люди не через Криобанк становятся донорами, а в интернете встречаются и как бы... Отрицательно. Чему? Понимаете, здесь же очень много, не только с медицинской точки зрения проблем, которые могут возникнуть, да, мы там выпускаем, что доноры в Криобанке проходят обследование, да, проходит генетическое обследование, что для нас очень важно для потомства. Там еще и могут возникнуть юридические вопросы. Ребенок будет в полном праве подать на какие-нибудь элементы или что-то подобное, потому что у них официально не оформлено то, что он донором является. Ну окей, ну заплачу, ну ребенок. То есть больше 75% с тебя не могут забрать. 75% на всю Араву. То есть ты готов 75% чего, зарплаты отдавать? Официальные зарплаты. Я себя считаю хреновым отцом в этом плане. То есть вот такой человек, который типа ну сделал и это и шел. То есть я не считаю, что вот я там прям совсем от них отдален. То есть, наверное, если меня попросят какую-то помощь, скорее всего, попытаюсь помочь. Как минимум я не буду закрываться. Я там, скорее всего, каких-нибудь фотографий бабушек, дедушек, прабабушек, там все это передам, чтобы какая-то история, чтобы это не вываливалось. Тем временем я прошел на следующий этап. Меня ждало полноценное обследование, которое включало сдачу крови на различные заболевания, обширное ДНК-исследование, флюорографию, кучу справок, осмотр врачами и другие приятные процедуры. Моя кровь только что прошла генетическое обследование. Вообще, это очень дорогая процедура, как я понимаю. Достаточно длительная и дорогая, да. Это исследование проходится за счет клиники. В случае, если у вас не будет обнаружено никаких клинически значимых мутаций, то вы проходите дальше в программу и участвуете в ней. То есть я могу просто захотеться донором спермы, чтобы узнать, бесплатно пройти генетическое обследование, например. Может быть такое? Я бы так сделал. Если по результатам генетического тестирования вы не пройдете программу, его результаты мы вам не дадим. Вам будет выдано заключение генетика и проведена консультация с дальнейшими рекомендациями для вас или для планирования будущей беременности. Еще одним немаловажным фактором того, чем я занимаюсь, является то, что я получаю анализы на руки. То есть я всегда смогу мониторить, в каком состоянии находится мой организм. Я точно знаю, что я всегда здоров. И для меня это прям очень важно. Я сейчас буду внимательно осматривать ваше лицо и описывать. Лоб высокий, широкий, средние уши, мочка не прилегает. Глаза у вас серо-зеленые. Разрез классический, средний, нос прямой, плоский, губы толстые, форма лица круглая, волосы прямые, средние, брови толстые. Сынок, чего смотришь? Подпишись на коллектив! Эти анкеты я отдаю вам. Там будут вопросы о ваших родителях, о вашем образовании, местах работы, увлечениях, даже небольшое творческое задание. Вы дома придете, спокойно их заполните. Всегда в России, в Российской Федерации у нас донор всегда остается анонимным. Возможен вариант, когда это не анонимное донорство, но при этом у нас раскрывается только персонально сам человек, но защищены все равно все так же, как и в анонимном донорстве. То есть при этом предъявлять никто никому ничего не сможет. Анкета, которую нужно было заполнить, состояла из 30 страниц. Там был полный список вопросов о здоровье меня и членов моей семьи. Также нужно было написать свой знак зодиака, назвать любимые фильмы и книги, рассказать о своих увлечениях и чем я горжусь. А также, с каким человеком из прошлого или настоящего я хотел бы поужинать, записать свой голос и нарисовать рисунок. На многие вопросы я сам не знал ответа, но, видимо, это могло стать зацепкой для семей, которые будут выбирать донора. Да, фотографии детские у всех доноров есть. Есть доноры, которые разрешают и взрослые фотографии показывать. Желания у всех разные, у каждого свои критерии отбора. Одна женщина может выбирать только исключительно, там, не знаю, по внешности, по цвету глаз, цвету волос, а для другой женщины будет основным критерием, чтобы это был по знаку зодиака, овен и с высшим техническим образованием. Если с медицинской точки зрения донор подходит ей, то без проблем. Пожалуйста, будем подбирать так. Тем временем пришли последние результаты моего обследования. В доноры я не прошел. Но, честно говоря, меня это не сильно расстроило, поскольку донорство спермы оказалось не тем легким заработком, который я искал. От донора требуется идеальная дисциплина и здоровье. Видимо, у мужчин, которые этим занимаются, есть какая-то другая мотивация. Я задавал себе такой вопрос, почему я этим занимаюсь. На самом деле, в донорстве не такие большие деньги. И здесь идет больше такой альтруистический стиль, потому что все-таки огромное количество женщин не могут иметь детей где-то из-за своего здоровья, где-то из-за здоровья партнера. Вот. И это такая маленькая помощь, которую я могу принести в этот мир. Да, помимо этого, я еще и семейный психолог. И мне знакома тема того, что пары рушатся из-за того, что они не могут иметь детей. Они не рассматривают возможности, допустим, ЭКО или возможности взять детей из детдома и воспитать их. Я считаю, что отец это тот, кто воспитывает, а не тот, кто обязательно участвует в зачатии ребенка. Здравствуйте. Я донор РБД 00276. Мне сказали рассказать немного о себе и попросили уложиться примерно в одну минуту. Донорством по большей части я занялся из-за нехватки карманных денег. Но, с другой стороны, я действительно был бы рад, если смог бы кому-то помочь завести семью, хоть и косвенно. Я энергичный, целеустремленный, ну и большой оптимист. Сам по себе я общительный, легко нахожу общий язык с людьми, также и с детьми, люблю детей. Первый в моей жизни стих, наверное, был самый запоминающийся и имеет важный смысл. Коротенький стишок звучит так. Все про папу забывают, маме песни сочиняют. Вам хочу поведать я, кто есть папа для меня. Папа на работу ходит, школу за руку отводит, парк выводит погулять, чтоб конфеты пожевать. Он футбол со мной играет, книги классные читает и накормит, приберет, спать уложит и уйдет. Даже если вдруг устанет, ляжет дрыхнуть на диване, все равно всегда со мной. Мой папуля, мой герой. Вот так. Все, всего хорошего, спасибо за внимание.